21 миллиард тенге казахстанцы потеряли в финансовых пирамидах. Это большая сумма, но, к сожалению, зрителя сейчас этим не удивить. Большинство из вас реагируют по типу, мол, сами виноваты, куда смотрели. Даже МВД туда же. Вот цитата Стенгриньюс. Практика расследования уголовных дел показывает, что финансовые пирамиды – это результат слепой доверчивости наших граждан, желающих быстро разбогатеть и неспособных устоять перед проводимой агрессивной рекламой, обещающей высокую доходность вкладам. Я считаю, что данное высказывание немножко несправедливым. Но как можно так реагировать? Мол, вы не вкладываетесь, и у вас все будет в порядке. Вы не крадите, и у вас не будет пропадать имущество. Вы не убивайте, и у вас все будут все живы. Ну, с таким вот успехом мы вообще должны забыть уже тогда о стражах порядка. А как же профилактика? Ладно, профилактика. 19 тысяч людей пострадавших по сравнению с тем, что 55 человек только задержано. С начала текущего года МВД расследовано 330 уголовных дел о финансовых пирамидах. Из них направлено в суд 177. На сегодня под следствием находится 62 человека, из них 55 арестованы. В целом, общее количество потерпевших по уголовным делам о финансовых пирамидах, находящимся в производстве, составляет свыше 19 тысяч человек, которым заявлен ущерб на общую сумму свыше 21 миллиарда тенген. Также в МВД пояснили, что в регионах наиболее активно функционировали крупные финансовые пирамиды. Такие как Астекс, Выгодный депозит, Астроконсалтинг, Бизнеслайн, Хоум, Автоинвест и другие. Друзья, это цифры, приведенные всего лишь только за один год. Так что здесь точно МВД гордиться нечем. Теперь коротко о проблемах. Сегодня на текущий момент все упирается в деньги. Тупо нет денег. Поэтому все наши дела сейчас стоят на месте. Отсутствие денег это, пожалуй, главная проблема в расследовании уголовных дел. Представьте, люди пришли в полицию, написали заявление. И тут на этом этапе необходимо назначить и провести аудиторскую проверку. Как мы знаем, аудиторы берут немало денег и их доход исчисляется миллионами тенге. Потерпевшие, естественно, платить не могут, потому что они и так пришли в полицию опустошенные. А в МВД таких денег нет. Либо они есть в полиции, но их количества сегодня не хватает. Многие из вас сейчас уже побежали вниз в комментарии писать. Ну зачем этот аудиторский отчет? Ну назначите судебно-бухгалтерскую экспертизу и все на этом. Да, но сейчас эксперты не проводят экспертизу без аудиторского отчета. Мы не знаем по какой причине. Либо они обленились и все просто хотят слезать с аудиторского отчета. Либо они хотят, чтобы их аффилированные организации таким вот образом работали и зарабатывали. Но факт остается фактом. Мы не претендуем на истину, но они отвечают в соответствии с законом. Вот цитата одного из таких вот ответов. Институт судебных экспертиз по городу Нур-Султан сообщает следующее, что в соответствии с пунктом 212 правил организации производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы, утвержденных приказом Министерства юстиции Республики Казахстан от 27 апреля 2017 года за номером 484, при постановке вопросов на разрешение судебно-экономической экспертизы не должны ставиться вопросы общего характера, когда решение вопросов предполагает проведение экспертом сплошной ревизионной проверки. Установленный законодательством процессуальный срок производства экспертизы 30 суток не предназначен для проведения сплошной ревизионной проверки. Директор Жозетов. Вот такие вот ответы, вот с таким текстом получают наши следователи из органов судебной экспертизы. И это являются причиной, почему они не могут окончить производством дела о финансовых пирамидах. В нашей юридической компании есть два дела о финансовых пирамидах. Одно из них расследуется в департаменте полиции по Караганинской области. Возбуждено оно в отношении руководителя кооператива Моюжилё Киезет. А второе дело находится в департаменте полиции города Нурсултан, возбужденное в отношении руководителей кооператива Берекали-Баспана. И в том и в другом случае люди уже почти год ждут окончания расследования уголовного дела. И в обоих случаях одна и та же проблема связана с проведением экономической экспертизы. Мы даже об этом как-то говорили в программе Хабарлас. Ну, как классический способ, организация жила за счет прибыли новых вкладчиков. Пока новые вкладчики приходили, кооператив более-менее функционировал. Как только новые лица перестали приходить, кооператив схлопнулся и обанкротился. Сейчас ведется расследование. И на этом этапе я вот столкнулся с несправедливостью конкретно, потому что, чтобы расследовать такое дело, необходимо провести аудит, чтобы понять, сколько денег вошло в кооператив, сколько они потратили на содержание кооператива и сколько денег похитили. Элементарно, чтобы провести этот аудит, денег у государства нет. И они возлагают эту бремя на потерпевших, чтобы они за свой счет, может, скинули, может, еще что-то сделали. У них и так денег нет. Да, и получается, тот, кто забрал все эти деньги, он нормально ходит где-нибудь где-то за границей отдыхает, а те люди, которые пострадали, должны еще раз скинуться, чтобы доказать свою жизнь. Ну поймали этого руку. Да, после этого наши дела сдвинулись, но не у всех же есть такие возможности и такие удобные случаи, когда они могут об этом рассказать. Как же быть всем остальным, кто столкнулся с такой же проблемой и сейчас не может добиться справедливости по делам других пирамид? Все они надеются на полицию. А в это время преступники просто-напросто смеются и курят бамбук на 21 миллиард тенге. Поэтому сегодня мы об этом говорим, мы ее освещаем. Друзья, я прошу всех репост на данное видео распространить его максимально, потому что если мы не будем говорить об этой проблеме, ее никто поднимать не будет. А вы помните, что правовое государство начинается с вас. И поэтому, друзья, мы продолжим в следующих сериях по этой же тематике разбирать признаки финансовой пирамиды, как и обещали. А на сегодня это все, что мы хотели сказать. Всем огромной удачи и пока.